Всем привет, друзья! Мы с вами отправляемся сегодня на остров Мендора, Рохас, город. Сейчас, хеллоу, сей, хеллоу. Димон, привет опять. У нас все мы уже. Да, мы наконец дождались этот корабль. Я ничего не знаю, где этот корабль находится. А он где-то там. Вот, он оранжевый, ребята, он реально оранжевый. У нас оранжевого цвета, нифига себе, он страшный, слушай, капец какой-то. Нормально, полетели. Ну, поехали, поплыли. Димон пытается узнать, куда нам идти, чай не знает, куда нам идти. Все-таки это корыто. Ё-моё, господи, помоги нам вообще. Это какой-то кошмар. Димон, у тебя есть возможность начать верить в Бога, если ты до этого этого не делал. Начинаем отлично, потому что нам придется на этом корыте плыть. Нормально, корыто, конечно, нормально. Я понимаю, почему здесь нет туристического класса и бизнес-класса, тем более. Вот, ребята, на таком могли бы мы пыть, но мы на таком не плывем. Мы плывем вот на этом. И на этом нам придется плыть 5 часов, ё-моё. Ребят, заходим на борт корабля. Это просто простая площадочка. Здесь можно в баскетбол играть, здесь не в футбол можно здесь играть. Вообще, нормально такая. Да, слушайте, вот на этом мы должны плыть. Господи, неужели реально... Это что, предназначено для людей тоже, а? Конечно. Конечно, конечно. Как на корабле туалет? Галюн? Конечно. Вот. Галюн. Где он наш? Это лифчик. Ребята, лифчик чей-то, трусы из его. Кто-то трусы потерял. Нет, лифчик, ё-моё. Что-то проходило, Димон, тут страшно реально, да? Вот практикует, практикует страшные вещи. Так, друзья, мы с вами уже на борту этого прекрасного судна. Мы на борту, все на борту. Ча, ча. Я встал. Ча, встал. Это nice. Ребята, мы с вами проведем сейчас небольшой тур. Кто-то там мужик спит, это пусть спит. Многие че-то там сиськи че-то валяются. Ну, в смысле, лифчик мы убрали. Че-то там. Вот, туалет у нас есть тоже в наличии. Все хорошо. Или вот туалет. Да. Или, ну ладно. Ну вот, бар пока не работает, но у нас есть там бар. Представьте себе, то есть не все так плохо. Не все есть там даже, я вижу. Вот такой видок, друзья. Это порт Катеклана, вот вон сверху у нас. Как видите, мы уже находимся на палубе корабля. И вот у нас... Слушай, ну могло быть и хуже. Мы могли бы на этой херне вообще пыть, да? Ну, может, на херне плохо. Слушай, на этой херне, по-моему, точно такая же, как и наши херня. А как и смотрится, смотрится одинаково, да. Ребята, постараюсь прокомментировать без лишних эмоций. Потому что этот корабль, которого мы отказались, он на 4 часа должен был отправляться. Сейчас у нас 4, уже 20. Вот, он только-только начал подплывать. Но наш корабль, который 3.30 должен был отплыть, он стоит еще на месте. Мы еще не двигаемся. Мы не собираемся даже выезжать. Я не знаю, что происходит, почему. Но мы до сих пор, до сих пор на одном месте. Я не знаю, может, мы приедем, не знаю. Может, ночью мы в лучшем случае приедем. Если не завтра, я не знаю. Завтра, ну тебя... А тут нет точно даты отправления, нет. Тут нет даты отправления, даты прибытия. Нету? Нет вообще, когда мы плывем, непонятно куда, непонятно где, непонятно на чем. Никого народа особо нет. И людей вообще нет. И когда они все наберутся. Может, они тут пока все наберутся. Слушай, может, они как маршрутки, слушай, забивают. Все, может быть. Просто ты понимаешь, что происходит? Да, пока они не догрузятся. Пока они не догрузятся, мы отсюда не выплывем. Еще прикол в чем? То, что он очень медленно будет идти. Корабль, короче, опоздал. А сам груз, в общем, еще не заехал даже. И вот они пока сейчас это все не засунут сюда на борт. Мы будем, в общем, влезать. А эти фуры, короче, не для людей рассчитано. В общем, это жестко, конечно, на дороге. Вот, смотрите, конечный результат. Что у нас получилось? У нас просто все заставлено. Мастера парковки, да, вообще? Да. А вот там, короче, такой нормальный кораблик, на котором мы могли бы плыть. Да, но он ботанка справа. Ребят, неужто свершилось, мы начали плыть. Это вообще какое-то достижение просто, да. Мы все-таки это сделали. И мы отправились в плотник. Мои ноги сплавил? Да, конечно. Мои ноги сплавил. Вот, ребята, объединяется наш остров Баракай, на котором мы были. Один из пляжей этого острова. Вы посмотрите, какое классное. Ну, конечно, качество ужасное. Но, тем не менее, вы можете понять, что это все-таки Баракай. Я, кстати, думаю, что это Бэкбич. Димон, я думаю, что это все-таки Бэкбич, где мы сегодня утром с собой были, потому что там парусники. Ну что, ребята, хорошая новость. Мы выплываем в открытое море. Перед вами оно действительно открытое, как вы видите. И есть, конечно, и плохая новость. Плохая новость, что мы прощаемся с Баракаем, друзья. Вот он, Баракай. Баракай, пока-пока. Но, если что, мы будем спать порту. Нормально? Конечно. Конечно, вот на таких лаунжах, похуже спит. Нормально. Мы тоже можем спать. Вообще нормально. Ребят, у нас просто самый шикарный кужер. Have nice dinner. Мы сегодня взяли, купили вот такой вот. With a boat. Nice. Okay, it's... It's me. It's me. Ah, it's not snakes. It's snakes. It's me. Ah, because we call it snakes. Ah, yeah. Yeah, it's me. Maybe, okay. Вот, посмотрите, что у меня там внутри. Ну, не у меня внутри, а вот в этом стаканчике. Ну, что, смотрится очень даже неплохо, аппетитно. Чувство продолжается, друзья. Уже, когда посмотрите, уже солнце зашло. Мы с вами продолжаем плыть. Мы уже вошли в открытое море. Все, у нас огромнейший груз, как вы видите. И, в общем, все самое интересное только начинается. Ну, что, друзья, у нас только половина пути. И, в общем, плыть и плыть, и там очень долго, да. И мы решили уже, знаете, спать. Только не только мы, но спим. Все практически так спели. Спасибо. Да, очень классно. Это на тебя, да. Ребята, мы проснулись, и перед нами уже порт. Мы уже почти... нет. Друзья, это у нас неоживленная автострада. Это у нас просто корабль, который мы пытаемся сейчас покинуть. А вокруг нас и вокруг нас полно машин, которые ехали. Офигеть, он большой, здоровенный, да, такой прям корабль? Вот это все мы привезли. Вот эта вся фигня с нами ехала. Вот это да. Hello. И теперь следующая задача. Найти место, где мы будем сегодня спать. Ребят, мы зашли с вами в порт. И не знаем, что дальше. Вот так выглядит порт. Вот так выглядят люди, которые здесь знают. Да, ну, поэтому мы приняли решение все-таки пойти в отель. Потому что спать в порту, как вы видите, не так уж это приятно. Я не знаю, даже хотели бы мы провести ночь так, как проводят они. Так, ну что, даже вот без карты мы смогли увидеть уже два отеля. Полторы тысячи, получается, ребята, это стоит. Принято решение остаться все-таки в этом отеле, потому что уже реально поздно. Уже полночь у нас практически. Я не знаю, просто еще там завтра ехать рано. Вот, во сколько мы поедем. Еще надо знать, откуда автобусы идут. Кхе рожи у меня красные, ребята. Вот это сегодня вообще, я сегодня еще плавал, еще, короче, загорал. Че там оформлять документы. Вот у нас че оформляется. Ребята, официально все, все как положено. Да, тут эквитанцию дали, все как положено. Ты в порядке? Да. Окей, давайте посмотрим. О, угу. Угу. Окей, ну, правда. Нам дали, вот, ребята, этот комплект. Боекомплект. Да. Да. Как вы думаете, это хорошая идея, чтобы остаться в отеле? Да, конечно. Много лучше, чем в порте? Да, конечно. Потому что, в моей опыте, что в порте, это может быть опасно. Да, это правда. У нас много разных вещей, и поэтому, в любом случае, мы можем встать, и наши вещи уже стоят. Да, это правда. Свои семьи. Если вы хотите, чтобы вы заработали деньги, то безопасность первой. Это самое важное. Ну, вот в чат тоже такое мнение, что лучше все-таки потратить денежку и все-таки провести ночь в отеле. В любом случае, ребята, день подходит к концу. Мы с вами сегодня проехали такое нормальное расстояние, проплыли. Вот, и впереди у нас много интересного, так что подписывайтесь на канал. В следующей серии мы с вами изучаем город Рохас и направляемся в Порто-Галера. Так что, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.